Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Точка зрения». С вами автор и ведущий Евгений Шибаршин. При подготовке передачи мы обычно выбираем наиболее интересные, на наш взгляд, события, которые произошли в последнее время не только в Костанайской области, но и в Республике. Какие темы обсудим в сегодняшней передаче? Единство и солидарность всегда были и будут нашими главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики. Так президент Накаев на 33-й сессии Ассамбления народа Казахстана обозначил свой подход к управлению страной. Форум прошел под девизом «Единство, созидание, прогресс», что предлагает глава государства для реализации стратегического курса на развитие Казахстана. Будут ли изменения в языковой политике? Как повысить роль ассамблей в сохранении межэтнического согласия? Какую роль в воспитании казахстанской молодежи может играть память о подвиге их земляков во время Великой Отечественной войны? Помогает ли историческая память сохранить единство многонационального народа Казахстана? Какое значение имеет преемственность поколений? Нужно ли вспоминать негативные явления советского периода в истории Казахстана? Интервью гражданского активиста Оскара Лошенова 25 апреля под председательством президента Такаева состоялась 33-я сессия Ассамблеи народа Казахстана. Ее девизом стали «Единство, созидание, прогресс». Ровно год назад, на 32-й сессии, выступление главы государства называлось «Справедливый Казахстан. Единство, стабильность, развитие». Темы вроде бы похожи. Если почитать обе речи президента, то в них много общего. Означает ли этот факт, что ничего нового на этот раз не произвучало? Я бы так не сказал. Да, год назад и сейчас, в качестве главных принципов, помогающих сохранить единство народа Казахстана, Касым Джамар Такаев назвал «Единство» многообразием. И мы разные, но мы едины. Но если в прошлый раз в качестве примера проявления этого «Единства» президент назвал массовую поддержку его политических реформ, то сейчас о «Единстве народа» он говорил в связи с гражданской солидарностью, проявленную казахстанцами во время широкомасштабного весеннего наводнения. А это уже нечто другое. Это уже констатация готовности общества к прогрессивному созиданию. О чем глава государства и сказал в своем выступлении на недавней сессии Ассамблеи народа Казахстана. За короткий период мы прошли большой путь системных политических реформ, приступили к сложной работе по модернизации экономики, обновлению общественной этики. Политические реформы уже придали сильный импульс развитию гражданского общества, значительно расширили возможности участия граждан в принятии государственных решений. Все ветви власти заработали в новой системе координат, в центре которой защита и продвижение законных интересов, прав и свобод человека. Мы начали переход к новой экономической модели, которая базируется на принципах справедливости, инклюзивности, прагматичности и закладывает прочную основу повышения благополучия всего народа. Мы строим страну равных возможностей, в которой каждый будет иметь достойный уровень жизни. Эти реформы по своим масштабам носят беспрецедентный характер. Но почивать на лаврах нельзя. Нужно продолжать их качественную реализацию, только что я об этом сказал. Чтобы совершить рывок в развитии, предстоит решить много проблем, которые копились десятилетиями. Только общими усилиями мы сможем заложить надежный фундамент будущих свершений, осуществить кардинальные изменения в политике, экономике, культуре, социуме. Именно поэтому повестка нынешней сессии Ассамблеи обозначена как «Единство, созидание, прогресс». Эти три слова очень точно и емко отражают не только предназначение АНК, но и суть нашего стратегического курса. Наша главная миссия – созидать, строить, творить. Единство и солидарность всегда были и будут нашими главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики. Есть в выступлении президента еще один новый, на мой взгляд, момент. Такаев отметил, что деятельность Ассамблеи народа Казахстана должна теперь синхронизироваться с новой гуманитарно-идеологической доктриной, которая выработана на третьем заседании Национального Курултая 15 марта текущего года. После заседания Национального Курултая я внимательно следил за ходом общественного обсуждения его итогов. Читал отзывы, пожелания, рекомендации экспертов и просто неравнодушных граждан. На мой взгляд, лейтмотивом многих высказанных мнений стала мысль о том, что Курултай Ватерау стал, по сути, точкой отсчета новой идеологии развития нашей нации. Можно сказать, и философии. Вместе с тем надо понимать, что изложенная на Курултае общенациональная доктрина или платформа заработает в полную силу только если получит поддержку всех ведущих институтов гражданского общества. Без поддержки, без вашей поддержки, без поддержки общества эта доктрина останется на бумаге. Вся система социализации граждан в стране должна быть ориентирована на продвижение идеалов любви к родине, патриотизме, основана на уважении культуры, обычаев и традиций нашего народа. Принципиальные значения имеют задачи формирования правильных ценностей, взглядов и убеждений граждан, а также укрепления взаимопонимания и согласия в обществе. Эти вопросы нельзя пускать на самотек. Они требуют постоянного участия Ассамблеи и всех государственных органов в центре и на местах. Мы, народ Казахстана, должны следовать собственной идеологической повестке, свободной от негативного влияния извне. В основе нашей идеологии независимость государства. И еще об одной важной проблеме хотелось бы сказать. Судя по тому, что выступление главы государства «Она звучит не первый раз», это по-прежнему одна из болевых точек нашего общества. Речь идет о языковой политике государства. Исторический опыт показывает, что его успешное решение в значительной степени предопределяет стабильность общественно-политической ситуации в той или иной стране. И Казахстан здесь не исключение. Мы должны проявлять стратегическую сдержанность и толерантность в этой крайне чувствительной сфере с учетом внешних и внутренних факторов. Но это не исключает повышенного внимания всестороннему развитию государственного языка. И не только не исключает, но и предопределяет повышенное внимание развитию государственного языка, который со временем, я в этом уверен, станет языком межэтнического общения. Казахстан был и останется многоязычной страной с казахским в качестве государственного языка. И в этом наше огромное преимущество. Русский язык, входящий в список официальных языков Организации Объединенных Наций, нам всем, безусловно, нужен с учетом самой протяженной в мире границы с Россией, востребованностью этого языка на евразийском пространстве и в международном сообществе. Власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа. Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов. Необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество. Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе. Каждому из нас нужно четко следовать букве и духу нашей Конституции, провозглашающей равные права и свободы для всех граждан. Для решения этих и других сложных задач Ассамблеи народа Казахстана, по мнению президента, нужно усилить взаимодействие с государственными органами, парламентом и маслехатами, усиливать роль Ассамблеи в принятии государственных решений, в сопровождении проводимых в стране реформ. Особый акцент надо сделать на выстраивании действенных механизмов работы с местными исполнительными органами и маслехатами. Ассамблея проявила себя в качестве эффективного инструмента нашей выверенной политики межэтнического согласия и общенационального единства. Будучи уникальным гражданским институтом, Ассамблея вносит полезный вклад в сохранение атмосферы взаимного уважения и доверия в обществе. Изложенные мной главные перспективные задачи государственной политики и общественной деятельности в сфере межэтнических отношений должны лечь в основу нашей повседневной работы. Подчеркиваю, повседневной работы. А теперь поговорим об исторической памяти. О том, какую она играет роль в формировании патриотических чувств у граждан любой страны, лишний раз напоминать не нужно. Мы в своих передачах эту тему обсуждали не один раз. Правда, в большей степени интересовались мнением ученых. В условиях непрерывной дискуссии, которые ведутся на разных площадках, на исторические темы, такой подход вполне оправдан. Эти люди вполне компетентно судят о прошедших временах по архивным документам. Поэтому лучше слушать их, чем разного рода мыслителей, делающих выводы на основе различных мифов, имеющих ценность не столько для науки, сколько для художественной литературы. Но есть еще люди, которые поддерживают историческую память не столько архивными изысканиями, сколько практической работой с молодежью. Не своим исследовательским интересом, а гражданской ответственностью за судьбу молодого поколения. У одного из таких энтузиастов накануне празднования Дня Победы мы решили взять интервью. В поселке Карасу живет Оскар Лошенов. Он по профессии юрист, но уже несколько лет вместе со своими единомышленниками накануне Дня Победы организовывает для школьников велопробег по местам трудовой и боевой славы. Вот и на этот раз, 2 мая, несмотря на плохую погоду, большая группа ребят из разных школ Карасурского района Кастанайской области вместе со взрослыми сели на велосипеды и проехали по селам, где установлены памятники землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной. Аскар, добрый день. Здравствуйте, Евгений Васильевич. В последнее время об истории нашей страны, бывшего Советского Союза, очень много говорится. Говорят и исследователи, и политики, и просто думающие граждане что-то пытаются переосмыслить, кто-то отстаивает прежние какие-то ценности, кто-то говорит о новых ценностях и так далее. Но я почему с вами решил поговорить? Вы не ученый-историк, вы юрист, но вы занимаетесь такой очень благородной деятельностью, работой с подрастающим поколением как раз в рамках исторической памяти. Я не случайно выбрал для нашего разговора вот это место, Кустанайский парк Победы, потому что 9 мая здесь состоится в очередной раз. Придут тысячи кустанайцев для того, чтобы почтить память своих земляков, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Вы вчера, 2 мая, провели велопробег с ребятами, со школьниками, тоже посвященный этому событию. Но почему это относится к исторической памяти? Дело в том, что этому парку Победы уже, по сути дела, более 50 лет. Ваш пробег, который вы организовали вместе с вашими единомышленниками, тоже уже около 30 лет организовываете. Уже, значит, мало осталось участников Великой Отечественной войны, но тем не менее выросло уже не одно поколение, да, вот послевоенное. Почему, на ваш взгляд, люди приходят вот в этот день для того, чтобы почтить память погибших вот в той Великой Отечественной войне? И в том числе и на селе ваши школьники. Кто-то, насколько я знаю, в этом пробеге участвуют уже люди, которые когда-то были школьниками, сейчас взрослые, да, и уже становятся организаторами этого велопробега. Вот ваше видение, почему вот так происходит? Почему люди откликаются вот на эту память? Ну, в первую очередь, я чуть-чуть хотел подправить. Велопробег, вот в Карасу, который проводится ежегодно, посвященный памятью по местам боевой и трудовой славы Карасуского района, он был организован в 1994 году, первый произошел, прошел, в канун 50-летия, именно 50-летия круглой даты. Победы. Круглой даты, да, в победе в Великой Отечественной войне. И организовали его тоже неравнодушные жители поселка, активисты такие вот, чьи отцы в то время, ну, еще живые, многих были, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И вот оно уже на протяжении практически 30 лет продолжается. И мы просто вот еще одно поколение, мы вот сами своей организацией присоединились к ним, вот буквально с 18-го или с 19-го года, и вот поняли, что это дело нужное. Именно вот через вот этих детишек, молодое поколение, вот они связывают какой-то нитью, вот последовательность дедов, отцов, сыновей, детей и вот внуков даже их. И мы тоже неравнодушны к памяти наших дедов, отцов, о их подвиге, потому что ихнему поколению досталась такая победа, столько жизней было положено. И, к сожалению, в настоящее время, всем известно, ну, пытаются как-то или затереть, или убрать, ради чьих-то интересов, может быть, или в связи с современным каким-то периодом развития нашего государства, других государств в целом. И вот как-то вот это все потихонечку, потихонечку смывается, смывается. Ну, хотим и не хотим, значит, здесь, как говорится, объективный ход истории. Вот это событие уже почти 80-летие давности, значит, год победы во Великой Сене, окончание Второй мировой войны, уходит в историю, как я уже сказал, ну, врастает новое поколение, для которых, ну, даже в фильмах, в фильмах только остаются вот эти все события. Ну, а в фильмах, мы сами понимаем, много там выдумки, да, недостоверного. В конце концов, происходит наслоение уже текущих событий, которые, ну, может быть, менее, так скажем, катастрофичны, но тоже, тем не менее, занимают умы людей и отвлекают от того прошлого. Воле-неволе люди все равно живут сегодняшней жизнью, кто-то строит планы на будущее. Вот на ваш взгляд все-таки, ну, понятно, что вы же не просто хотите провести нить между поколениями, да? Вы думаете вот о новом, о молодежи. Какую вы нить хотите провести? Ну, просто память о прошлом, о героическом прошлом наших отцов, дедов, да? Вы что хотите в них сформировать? В сегодняшней жизни они что, какого могут, ну, так скажем, чисто прагматически найти приложения, вот тем качеством, которое вы пытаетесь в них сформировать? Видите, если мы сейчас сохраним, вот, взять наших отцов... Я прошу прощения сказать. Ведь даже та страна, за которую защищали наши отцы и деды, ее уже нет, да? Мы уже живем 30 лет, больше 30 лет в новой независимой республике, Казахстан, так? Моя молодежь уже родилась в этой стране. Ну, что ей, какое, может быть, дело до дел прошлых? Вот, видите, вот, если взять наших дедов, отцов, вот они воевали на фронтах, ну, им досталась трудная судьба, и становление Казахстана, они, может быть, были молодые в 30-х годах когда-то, потом они взяли, вот, Великая Отечественная война, они такой ценой все это добыли, и тут же, после войны, это же поколение, вот, полстраны отстроила, страна была в руинах, ресурсов уже и мало было практически. Вот полстраны за 20-25 лет, они с боевого, с окопов, пришли, вот, полуголодные, можно так сказать, полураздетые, и трудились, не покладая рук, они, вот, страну подняли с руины, это поколение. Человека в космос запустили, атомный щит, допустим, создали, и целину подняли, вот, я повторяюсь, отстроили города, фабрики отстроили, дороги, вот у нас, возьмите, в степах, дороги, элеваторы, линии, электропеда, очень много, железные дороги протянули, вот, и сейчас, вот, я еще раз повторяюсь, чтобы забыть вот это поколение, если будет их забывать, вот, они, да, сейчас живут современно, где такие потрясения им достались, молодому поколению, и показать, что забыть то, что досталось их отцам, и у них стимула не будет дальше жить, и завтра они скажут, да, зачем нам вкладываться что-то, вот, жилые рвать, да, нас никто и не вспомнит, а вот если показать через них, что да, надо вспоминать, да, тяжело достаться, а этому поколению чуть полегче, ну, у них тоже какие-то есть свои достижения, там, ну, пускай в какой-то сфере, там, научной, или, ну, во благо, если страны взять, там, в других областях, кто-то преподаватель, кто-то учитель, вот, кто-то стал хорошим строителем, вот, и если он, зная о том, что нет стимула, вот, и вот так, потом они будут передавать своим детям, что надо трудиться, если во благо Родины, а не торговать в ларьках, там, вот, а тебе-то вспомнят когда-то, и вот, как бы вот так пошагово, я думаю, мы воспитаем нормальную человеческую общность, молодежь воспитаем, я так думаю. Как вы считаете, вот, ну, тогда мы все назывались единый советский народ, да, жили по принципам интернационализма, был, значит, общий объединяющийся язык русский, да, хотя имели возможность и представители других народов говорить на своем языке, ну, как-то вот все шлось и официально, значит, на русском языке. Сегодня бывшие советские республики стали независимыми, в том числе и Казахстан, да, более 100, значит, этносов, как сейчас говорят, живет у нас, да, у каждой, каждый, значит, борется за свой, ну, не то, чтобы борется, хочет говорить на своем языке, жить по своим обычаям, это вроде бы как-то разъединяет нас, да, более того, какие-то дискуссии возникают по поводу, там, государственного языка, там, и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот эта вот приверженность нашему, значит, так скажем, общему делу, когда мы все вместе когда-то, ну, не мы, а наши отцы, наши деды, прадеды боролись все вместе за, против захватчика, это может объединить сегодняшний вот народ живущих, хотя бы, ну, будем говорить о Казахстане, вот эту молодежь. Мы-то с вами, значит, жили в то время, для нас с нами по этому поводу работать не надо, да, а вот молодежь, которая уже новое поколение. Конечно, если мы будем, вот, сохранять в памяти, вот, все достижения, вот, даже, вот, сегодняшнюю жизнь, вот, как бы то ни было, что-то делается, и люди у нас в нашем Казахстане многих национальностей участвуют, вот, в строительстве города, вот, парк, работают где-то в общественных, в производствах где-то, и если им тоже показывать, что, как вот в советское время было, наш в советский лозунг был, никто не забыт, ничто не забыто, и показывать, что да, все это будет цениться, вот, и все это, ну, как бы, войдет в общую копилку, вот, то, конечно, это будет способствовать. Ну, а сейчас, вот, можно сказать, насильно, там, или безведомо почти 50% населения, вот, пытаются стереть с памяти, вот, то, что было, историю вот этих людей, этого поколения, историю их биографии, каких-то ярких периодов жизни, их трудовой деятельности. И вот, а современному поколению сейчас взамен ничего тоже вот не дать, что да, будет так, будет так, конечно, ничего объединять не будет, вот, и каждый пойдет своим путем, а то, вот, ваше, я не буду здесь участвовать. И они видят, вот, любое какое-то движение, начинание, оно без их ведома, в угоду опять-таки, вот, и будут подниматься и национальные вопросы, вот, если памятники стирать, какие-то их достижения умалчивать из-за того, что вот он не той национальности, но он что-то сделал вот для нашего общества, для этого. А давай его умолчим. Возьмем другого человека, там, допустим, титульной нации. Он вроде как поменьше сделал, ну, так же работал, но в противовес он поменьше сделал, но он же наш. А этого умолчать, и я считаю, что вот это все, и вот, и памятники, вот он не наш, у него истоки не наши, а наш вот такой-то. И взамен, вот, вот это все убрать, а взамен-то не дать вот сейчас обществу, что, как вам сказать, какую-то уверенность, что ты вот, невзирая ни на что работаешь, вот, невзирая ни на национальность, ни это, ты вот здесь, и вот так вот потихонечку стирать, стирать, и к хорошему оно не приведет. Вот вот сейчас истории показывают, вот, развитие, события, которые в соседних государствах, ну, в других, в дальних странах. Вот такие моменты, когда без спроса, без этого все стирать, когда-то все сообща делалось, я считаю, к хорошему это не приведет, на мой взгляд. В нашей истории советского периода, я, правда, не буду говорить, она более насыщена различными событиями советскими на период, да, есть еще и темные, ну, не то чтобы темные, а не очень события, о которых, как бы, не хочется вспоминать. Даже вот в этом парке есть памятник жертвам политических репрессий, да, много, значит, в обществе на сегодня обсуждается и период голода, да, там, коллективизации далеко не однозначно отношения, не даже к целине, которой мы с вами в это время жили, видели, что происходило, пусть это были еще, так сказать, в малом возрасте, но то же самое, неоднозначное отношение. Как вы относитесь вот к такого рода? Надо ли об этом вспоминать? Если надо вспоминать, то каким образом? В любом случае, конечно, умалчивать в дальние углы, вот как грязное белье закидывать, а показывать только парадную сторону, я считаю, тоже нельзя, надо говорить, было, да, действительно, это было, да, это и трагические события, этот, но это не привело к тому, что даже не знаю, как сказать, но в целом цель-то была благая, в любом случае, цель-то была благая, вот общая цель, люди пришли к тому, что, ну, все одетые, обутые, да, бывает, человек идет, спотыкается, вот как, есть же поговорка, или пословица, лошадь о четырех ногах, и та спотыкается, есть, но умалчивать это не надо, и прятать где-то, это, как-то это надо говорить, вот, потом, конечно, если в этом принимают вот участие руководители государства, или вот деятели такие-то, ну, конечно, нужно и вовремя извиниться, или открыть, как-то вот открыть и сказать, чтобы потом оно не вылазило, и не это, я считаю, потому что без негатива тоже не бывает, но так умалчивать и скрывать, конечно, нельзя. Последний вопрос, Асгар, вот вы провели недавно велопробег, да, с молодежью? Приняли участие в организации и проведении. Как вообще ребятишки относятся вот к этим мероприятиям, или это просто как бы вместе собрались, куда-то поехали, или, ну, есть вообще к индийному содержанию вот этого всего мероприятия, этой акции? Мне кажется, по любому случаю, сейчас собери ребят, поехали вместе куда-то, я не знаю, на пикник, на велосипедах, просто попутешествовать, они с удовольствием вот примут. А вы вносите вот это вот элемент исторической памяти. Как они к этому относятся вообще? Ой, вы знаете, они, дети есть дети, они все равно с восторгом к этому относятся, с пониманием. И вот опять-таки мы приходим к тому, что разных возрастов есть и поменьше, есть и постарше. Есть и те, которые не первый год уже участвуют. Ну, три года, допустим, они начинали с седьмого, с восьмого класса, сейчас вот в одиннадцатом классе. Разных возрастов, разных национальностей. Вот, и не то, что вот районная школа, совхозные школы вот по пути исследования присоединяются, вот они, о, это карасуляне приехали. Вот это все же объединяет в любом случае. Не то, что вот их запирает в одну школу, и вот только наша школа, вот и все, и мы, а на другие школы свысока, или там только маленькие, небольшие поедут, маленькие не поедут. Вот это все идет к тому, что объединяет их и какое-то дает чувство коллективизма, поддержки. И они очень восторженно относятся. А как, если нет информации, которую им рассказывают старшие товарищи, вот о тех местах, о тех людях, которые когда-то здесь жили, значит, трудились? Вы знаете, мне кажется, они с интересом, потому что, ну, как-то так сложилось в наше время, вот сейчас, в настоящее время, в системе образования, я так думаю, очень мало вот рассказывают об истории, они многие не знают об этом. У них, может быть, часы ограничены, или как-то учебники не так писаны. Поэтому они впитывают это с интересом и воочину видят. Или он пройдет мимо памятника, или проедет мимо, проедет. Ну, стоит и стоит, как что-то там, монумент какой-то. А когда приезжают и вот видят, что, когда говорят, вот, отцы наши, дедушки, вот так и так, и когда видят, что им цветы возлагают, они близко к нему подходят, так бы они никогда, может быть, и не подошли. А тут все в единой форме, в едином строю, вот, мне кажется, это немножко им глубоко оставляет, если он пару раз поучаствует. Некоторые с удовольствием, не ради грамот, там таких-то подарков ценных нету, грамота там, медаль, но то, что быть такое событие, вот, уделяется им внимание, вот, патрульный автомобиль сопровождает, там, ну, все как-то, вот, их встречают на въезде. Вот это все их объединяет, организовывает. Спасибо, Сказ, за интересный разговор, спасибо за ту благородную работу, которую вы со своими товарищами делаете. Успехов вам, всего доброго, до свидания. До свидания. К сожалению, историческая память тоже стала полем идеологических битв, которые не столько воспитывают патриотизм в молодых душах, сколько нагоняют туда разрушительный хлам. На таком фоне вполне актуальны подходы к воспитанию молодежи, которые на недавней сессии Особления народа Казахстана рекомендовал президент Акаев. Мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм, и обид, догматизма и застарелых культурных стереотипов. Наша молодежь должна все время смотреть вперед. Важно, чтобы мировоззрение молодых людей базировалось на объективном восприятии прошлого, настоящего и будущего страны, как общего, неделимого достояния нашей единой нации без политизации и ненужных эмоций. Вы смотрели программу «Точка зрения». Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин